Встреча Витера Домашних Церквей Мы двигаемся по курсу, который называется Созидание Церкви Знаете, когда я проверил эти тесты, вот в конце прошлого года У меня противоречивые чувства были, честно говоря От просчитанного Это новые конспекты, ребята, это с оценками Потому что, если вы помните, когда мы этот тест сделали Я просил вас не побояться написать Даже если вы знаете не очень хорошо, помните? И поэтому я понимаю, что не все готовы к быть на какой форме Потому что к этому вопросу Но для меня было важно понять, что вообще понятно, а что непонятно То есть я заметил, проверяя тесты, что ошибки в основном одинаковые У большинства людей То есть это означает, что либо я плохо донес свою мысль в какой-то теме конкретно Либо она была не очень актуальной, что ли, или может быть не своевременной Но поэтому вывод, который я сделал, прочитав все это дело Что прежде чем сделать следующий шаг, мы подошли, на самом деле, по плану следующий наш пункт Это как раз уже практика в домашней церкви Но я понял, что мы этот шаг не можем сделать, пока мы не разберемся с некоторыми вещами Понимаете, в чем дело? Есть преподы в вузах, которые втюхивают материал Ему легко безразлично, знает студент или нет Он получил оценку и ушел В церкви не так Мне важно не просто рассказать вам что-то, втюхать А то, чтобы это было действительно понято, принято, пригодилось на практике Поэтому сегодняшний небольшой... Какая елочка? Рома, где ты? Развлекается У меня не было этого там слайда Нет смысла идти дальше, пока мы некоторые вещи не закрепим Я считаю, что они базовые, без которых лучше не двигаться дальше Ну, знаете, например, я учился когда в институте в экономическом Я хотя музыкант, в экономическом вузе учился У меня был такой предмет, назывался эконометрика Может кто-то из вас... Да, вам повезло, если вы не знаете, что это такое Мы забыли Это такая надстройка над предметом, который называется статистика То есть есть база, а есть какие-то надстройки И неправильно заниматься высокой идеологией, не владея базой То есть в элементарном школе есть арифметика, математика, алгебра, геометрия, тригонометрия И не в обратном порядке И нам надо, прежде чем идти дальше, сначала какие-то вещи усвоить Я уверен, базовые Помните, мы говорили в начале прошлого года, что мы хотим все привести к одному знаменателю Этот процесс и происходит И он происходит не очень быстро, но потихонечку, помаленечку Итак, мы поговорим сегодня, вот эти семь уроков, которые были И у нас сегодня будут эти семь пунктов И мы очень коротко и очень тезисно по ним пробежим Чтобы вы могли увидеть, если вы писали тест, сравнить В чем были ваши ошибки И, в общем, работ над ошибками, короче говоря, сделаем Хорошо? Понятно? Если кого-то напрягает, что мы топчемся на месте, как бы не идем дальше Вот я попытаюсь объяснить, почему То есть мне важно не просто сказать что-то, а важно, чтобы мы все это закрепили Так Хорошо, мы пробежим коротко Первая вещь Видение церкви Это был самый первый наш урок из серии Мы там, вот эти мы тоже в большом красивом зале собрались И говорили о видении нашей церкви Я был удивлен, что в этом вопросе многие ребята из вас поплыли в этих тестах А между тем, это очень важный момент Вы знаете, может быть, вы слышали такое Или, может быть, сами так думали иногда Вдруг возникает вопрос, а куда мы как церковь вообще идем? Когда я был, скажем так, несколько лет назад, у меня был вопрос к лидерству Лидерство вообще знает, куда мы идем? Может, у вас такой вопрос есть или был? И знаете, вот здесь как раз тот самый случай, когда лидерство знает, куда мы идем И удивительно, что, ну, это так просто разделить это с церковью Но это, как оказалось, не очень понятный вопрос Мы говорили о том, что видение, если вы вспомните И если посмотрите, первый ваш конспект, самый Это основанное на вере, представлении о том, как должна жить наша церковь То есть, во что мы верим? Как мы расставляем акценты, что важно в данный момент? Мы пробежим через несколько пунктов, которые есть в этом видении Давайте посмотрим Московская церковь Христа, семья и братство Первое утверждение Если вам удобно, если у вас есть конспекты, которые были самыми первыми Вы можете туда смотреть Семья и братство О чем здесь речь? Я коротко напомню У нас есть несколько собраний в Московской церкви Мы собираемся все церкви, там Юго-Запад у них своя движуха Мы собираемся здесь двумя собраниями, еще и в Подмосковье есть Единство заключается не в одинаковости действий Потому что мы можем действовать по-разному в каких-то элементах Единство заключается в ключевых вопросах, в доктринах спасения, в ожиданиях друг от друга Вот в этом мы едины В том, кого мы называем учеником Иисуса, кого не называем А какие-то практики, которые могут быть в собраниях, например, или в устройстве группы Это на самом деле не является объектом нашего единства Это, как говорит Библия, действия различные, дух один и тот же Церковь Христа, семья и братство, это единство мы всячески поддерживаем Вот, что входит в видение Московской церкви Далее, каждая домашняя церковь – это единая плодоносящая группа учеников Мы говорили уже, и будем еще говорить о том, что как раз это один из наших акцентов Домашние церкви Мы хотим, чтобы они были живыми, а не формальными Мы хотим, чтобы они были эффективными, плодотворными Чтобы там была жизнь Чтобы это не была какая-то мертвая ячейка общества Как бы из-за грубого структурного разделения Организации Московской церкви Христа Мы действительно хотим, чтобы это была Каждая домашняя церковь была Единой плодоносящей группой учеников Далее Фокус на молодежь Об этом мы много говорим в последнее время И честно говоря, если посмотреть повнимательнее, мы уже видим плоды Из 21 человека, прибавившегося в церкви в нашем регионе в этом году 11 в подростках Это больше половины На чем акцент, то и работает Чему мы посвящаем внимание Чему мы посвящаем силы, время, деньги Как мы расставляем наши приоритеты, так это и случается в общем жизни В жизни церкви В фокусе на молодежь есть подвиды Про подростков, речь про студентов и про молодежную группу Сказать честно, не во всех этих группах на данный момент дела идут одинаково хорошо Например, в подростках мы видим вроде как хорошо Студенты, дай бог нам присоединяться в этом году в каком-то виде В наше собрание с молодежкой группой Там есть некоторые сложности Группа пережила кризис небольшой Как бы в этом году вроде выплыло, все в порядке Но в общем динамика разная Но это то, чему мы посвящаем наше внимание, время, силы, средства и так далее Энергию Молодые евангелисты и пастыри, новое поколение лидерства Это видение московской церкви То есть это то, к чему мы хотим идти Это не будет церковь со стареющими служителями Что пройдет еще лет 10, ничего не изменится Тем, кто сейчас ведут, условно говоря, сектора А к тому времени уже будет ближе к 60 годам И это все Нет, это не такое видение есть у московской церкви На данный момент самый молодой евангелист московской церкви это я Что-то здесь не так Что-то здесь неверно Мы нуждаемся в молодых служителей, которые не будут вместо старых А будут вместе с существующими служить Почему это важно, молодые евангелисты и пастыри Потому что они лучше знают, как обратить свое поколение И лучше знают, как позаботиться о нем с точки зрения душепопечения Вот почему это в фокусе Назначение старейшим с доведением московской церкви Здесь нет какого-то срока Здесь мы говорим о том, что должны появиться люди Работающих и не работающих для церкви Опытные, которые видят большую картину Живут не только группой, в которой они находятся А видят, что происходит в церкви в целом Могут давать качественные рекомендации Какие-то для служителей в том числе Для каких-то программ В каких-то сроках мы не говорим И вряд ли это случится в этом году Но мы ставим это как ориентир Куда церковь должна идти в своем развитии Далее Помещение для собрания региона Андрей Судаков, как администратор церкви Один из немногих, кто сразу написал это в тесте Все остальные, как-то выпустили из внимания Три сразу написал Да, нам нужно новый зал Вы знаете, здесь такая ситуация У нас есть встреча финсовета И братья, кто там служит Дали развернутую картину Почему это невыгодно сейчас Иметь для церкви свой зал Форма, в которой мы собираемся сейчас Почасовая аренда По воскресеньям до среди недели На данный момент времени Наиболее эффективная для церкви Наиболее доступная Свой зал иметь это круто Это пафосно Там все сделали как надо Свои комнаты оборудовали Для программ Там сцена Все такое Люди там могут тусить круглосуточно Но на данный момент времени Это не по возможностям финансовым церкви То есть форма, которая и сейчас Наиболее оптимальна Тогда почему это написано Как видение церкви Ну, во-первых, ситуация может поменяться А во-вторых, может кто-то из вас захочет пожертвовать Так миллионов 80 И тогда у нас будет новый зал Аминь хотим Как только появится сразу Да, договорились, Эля Договорились с тобой Обращение подмосковья стоит Как видение для московской церкви Вы знаете У нас в восточном регионе Есть две подмосковные группы Вы, конечно же, об этом знаете Одна северного направления Ярославского Другая Рязанского направления Юго-Восточное И Как бы эти группы вышли на Такой режим Что у них есть отдельные собрания Раз в месяц сейчас Свои Ну, примерно раз в месяц Чуть чаще, чуть реже Самодостаточные собрания И, наверное, перспектива будет такая Что это будет все чаще, чаще, чаще Может быть не сразу Как бы каждый раз Но Туда мы идем И мало того В этом году мы сделаем Уже у нас в регионе эксперимент С пригородной Частью восточного направления Горьковского То есть уже вот Юль Кучева разрабатывает С ребятами оттуда Какой-то план И мы сделаем попытку Попробуем какой-то тестовом режиме сделать За этим будущее Друзья, потому что Все меньше и меньше Людей живет в Москве Все больше и больше За городом Ну, есть такая тенденция Просто мы это видим И, наверное, логично предположить Что будущее Собраниями такими вот Околомосковскими Последняя вещь Которая касается видения Стабильный рост От еженедельного К ежедневному Ну, у нас, честно говоря В этом году даже Еженедельного роста-то не было Можно объяснить это Множеством процессов Которые были в церкви Мы занимались другими делами Объединениями И так далее Но миссию Вот великое поручение Как говорят Иисуса Христа Мы не можем выпустить Из фокуса вообще Мы церковь Которая живет Не только Евангелием Но мы живем Евангелием в том числе Потому что Иисус-то прямо заповедовал Поэтому Разговоры о том Как будет расти церковь Они никуда не делись И никуда не денутся Это действительно то Что Бог ожидает От своей церкви Вот Когда-нибудь Придем к ежедневному Я думаю Какие-то цели поставим Для этого года Вот только начинается Аминь Друзья Вот это обзор По видению церкви Это не означает Что другие вещи Которые вы написали В ваших тестах Которые здесь мы не читаем Они не верны Например Что ты написал Возрастать в вере Это крутая вещь Возрастать в вере Если это нет Видение церкви Не значит Что это плохо Но возрастать в вере Это как само собой Разумеющийся процесс С учеником Существа Христа Мы не ставим это Как видение для церкви Здесь же мы ставим Какие-то акценты Ориентиры На что мы Обращаем внимание Более всего Понятно, друзья? Хорошо Функции церкви Вторая вещь К моему счастью И Благодарностью я считал И видел Что в этом вопросе Мы очень хорошо Подготовлены оказались Почти все В тестах написали Достаточно уверенно Пять функций церкви Хотя мы говорили об этом В общем-то Не так много Честно говоря Но значит Материал усвоился Хорошо Есть только парочка поправок Учение Общение Поклонение Служение Евангелия Вот эти вот Пять функций церкви Я хочу сделать Только парочку поправок О самых распространенных Ошибках Вот в этом В этой связи Во-первых Прославление И поклонение Похожие друг на друга Слова Иногда Как бы Мы используем Как взаимозаменяемые Но это немного Все-таки Разные вещи В этих функциях церкви Мы о поклонении говорим Так сформулировано Не прославление Потому что Были ребята Некоторые из вас Написали прославление Терепение Нет Это не функция церкви Петь Функция церкви Поклоняться Богу Это не только Мы говорим О поклонении Совместном Это и тихое время Понятное дело Это какие-то наши Совместные молитвы Ну в общем Сейчас я детали не пойду Потому что Надо обращаться К уроку Который был тогда Но все-таки Поклонение Более подходящий термин Чем прославление Если вы В своих Конспектах Видите исправление Вот это я к вам Обращаюсь И важная поправка Друзья Благотворительность Как написали Некоторые из вас Друзья Это не функция церкви Опять Если это не функция церкви Не значит Благотворительность Это плохо Нет Не об этом речь Благотворительность Это одно из служений Служения многообразные Благотворительность Одно из них Потому что Целью церкви Никогда не будет Накормить всех голодных Это не функция церкви Это не плохо Но это не цель Для чего церковь существует Понятно, да? Да, понятно Хочу быть понятым правильно Это не говорит о том Что помогать бедным Или в каких-то акциях Участвовать это плохо Вообще нет Но все-таки функция церкви Заключается несколько ином Для чистоты формулировки Понятно? Идем дальше Организация церкви Был простой вопрос в тестах Где находится отрывок О структурировании Израильского общества В времена Моисея Исход 18 глава Это отрывок Более конкретно С 13 по 27 стихи Мы не будем его читать Но я просто напомню Основные моменты Моисей сел судить народ Весь народ стоял Перед ним с утра до вечера Его тесть Замечательный тесть Моисея Дал совет Как ему нужно Все изменить В израильском обществе Чтобы Это было Чтобы все лучше работало Ты устаешь Народ устает Вот мы почитаем Суть прежней модели Которая существовала Тогда Роль Моисея Судья Он сел судить народ Он закопался В проблемах Он закопался В выяснении конфликтной ситуации И это был Совершенно неподходящий Совершенно неподходящий Режим Для его лидерства Для израильского народа Проблема была в том Что у него Был недостаток времени И недостаток сил Измучивший себя И народ Там буквально сказано Суть новой модели Когда Моисей разделил Все общество На группы Поставил там Пятьдесятников Пятьдесят Пятьдесят Начальников Сто начальников Тысячи начальников Изменилась его роль О чем мы читаем В девятнадцатом Двадцатом стихе Потому что роль Моисея Он стал посредником Он стал молиться за народ И учителем Он стал учить народ Уставом Божьим Он перестал решать проблемы Как вождь Огромного Огромной группы людей Он перестал заниматься Решением проблем И занялся главным И в качестве аналогии Мы читаем Деяние шестая глава Стих четыре Помните когда Апостолы сказали Неподходящее занятие Для нас беспокоится О пропитании людей Мы пребудем В чем? В служении слова И в молитве Это очень похоже На то что было тогда С Моисеем Он как лидер Занялся основными вещами Молиться за народ И учить Служение слова И суть Реструктуризации Общества Моисея Не в том Чтобы размножить себя Мы иногда Говорим так В церкви Если ты лидер Взрасти себе подобного Это правильно Но только отчасти Надо еще и не себе Подобных взращивать Которые смогут Делать то Что ты делать не умеешь Это на самом деле Тоже Очень круто Я напомню вам Цель вообще Этого урока Который был Про организацию церкви Мы говорили о том Что эффективность Любых служителей Выше Если они заняты Своим делом И не заняты чужим Это ролевое служение Как только мы заняты Своим делом И не заняты чужим Все тело растет И крепнет И все на 4.16 Понятно? По этой причине Мы говорили Прежде чем Какие-то духовные лозунги Про возглашать Давайте разберемся Что у нас в церкви Организационно происходит Где наши люди вообще Мы говорили о том Что каждый человек Должен домашней церкви Принадлежать К определенной Наставления получать Чтобы была какая-то ясность Кого я наставляю Кто меня наставляет Чтобы порядок был Как только наступил порядок В обществе Моисея Уже следующий главен Отправляется на горы Получая 10 заповедей Не наоборот Не от высокого Он начинал И шел к организации От организации начинал И шел к высоким ценностям Вспоминаете Это материал Друзья? Не знаю Хорошо Правильный ответ Исход 18 Вот в ваших тестах Всего-то диалог Далее Призвание Следующий урок Который был у нас Под номером 4 Небеса говорят Церковь подтверждает Дары очевидны Результаты подтверждаются Плодами Вот это правильные ответы Четыре элемента Которые С помощью которых Можно понять Что-то о призвании С помощью которых Ваша уверенность В призвании Будет твердой В детали урока Не пойдем Но скажу Какая есть Распространенная ошибка Друзья Судя по тестам Многие из вас Написали Что одним из ключевых Вопросов Является Желание Само желание Человека Это ошибка Примеры какие? Примеры Иеремия Идеон Моисей Кто из них Хотел сделать То что Бог Просил? Призвание Бога Не было Связано С тем Что ребята Сами вызвались Вот совсем Не было Наоборот Иеремия Сказала Слишком Молот Моисей Сказал Я не умею Говорить Гидеон Сказал Я Сам Бедном Блемени И Со мной Все Плохо Ну в общем Что-то Такое То есть У них У всех Были Самоотводы Это Ни о чем Не говорит С точки Зрения Призвания То есть Если Я их Призвал Господь Он их Призвал Это Ошибка Считать Что Желание Человека Каким То С призванием Связано Я напомню Что в контексте Урока То есть Мы говорили Правильно Небеса Говорят Это Какое-то Предположение О воле Бога Для твоей Жизни Когда появляется Вот это То что мы Называем Небеса Говорят Понятно Друзья И мы говорили О том Что все Четыре Признака Совокупности Определяют Призвание Для того Или иного Служения Если Какого-то Из этих Пунктов Нет Значит Можно Поставить Под сомнение Призвание Далее Не устали пока Видите Сегодня у меня Такой своеобразный Стиль Ноль примеров Просто обзор Подсходящего Привлекательные Ивангели Тема Которая вызвала Противоречивые Чувства Мысли У людей И На самом деле Позитивные По большей части Да В общем Рома Макраев Внес Наш слайд Слово Восхитительный Если вы помните На том уроке Как восхитительно Быть с Христом Да Но Вопрос был В тестах Какой должна быть Проповедь Качество проповеди Я был Улыбнуло меня Когда я читал Что проповедь Должна быть библейской Ну как бы Ну понятно Должна быть библейский вопрос Как бы не совсем в этом То есть библейская проповедь Какой должна быть Правильно так Поставить вопрос Один из вариантов Ответов Часто встречающихся Проповедь должна быть О Христе А вот и нет А вот и не обязательно Она должна быть О Христе Потому что Есть другие Библейские персонажи Которых тоже Могут быть проповеди Причем Достаточно Сильные Да В конце концов Примеры которые мы читали Там например Примеры с проповеди Павла Он приводил Свои проповеди К разговору Воскрешение Из мертвых Как бы Что Иисус воскрес Это верно Но это Не является Категорическим условием Проповеди Что она должна быть О Христе Вместо этого Проповедь должна быть Ясной Имеется ввиду Что если хочешь Чему-то человека призвать Говори об этом прямо Да Если человека хочешь поддержать Говори об этом прямо Не нужно Вот эти вот все Такие Лукавые ходы Проповедь должна быть Простой Помните мы историю читали Интересную с вами Причь о добром Сумаритянине Красивую Замысловатую Где бложество идей Нет Ну не помните Пересмотрите видео Вот Вывод был такой Что любой слушатель Проповеди Будь она Сосены Или будь она В домашней церкви Любой слушатель проповеди Должен быть способен Пересказать о чем была проповедь В одном предложении Помните это Да Если в одном предложении Вы не можете перескать О чем была проповедь Скорее всего проповедь Была слишком замороченной Понятно да Проповедь должна быть Актуальной Следующий пункт Не оторванной От реальности Да Проповедь должна быть Культурно адаптирована Это мы говорили О языке проповеди Что для молодежи Один язык Для людей постарше Другой язык Для разных социальных слоев Возможно Разный язык проповеди Культурная адаптация И проповедь должна быть Объединяющей Здесь мы говорили о том Что Случайные фразы Которые мы произносим Те братья Которые делают какое-то учение Со сцены Или в малой группе Наши случайные фразы Могут делить людей На свой чужой Когда мы говорим На каком-то сленге Который не понимают гости Или когда мы обращаемся В не женатой аудитории Используем женатые примеры То есть проповедь Должна быть объединяющей Это важно Вспоминаете, друзья О чем была речь? Да Хорошо? Второй, третий Немножко одно и то же Нет Второй, третий Не одно и то же Простой и актуальный? Нет То, что говорить на языке Понятно другим И говорить на сленге То есть Это двух пунктов И все разные Нет Культурно адаптированно Мы говорим про язык Я напомню Примеры, которые были В том уроке Был пример про фразу Одного из братьев Во время проповеди Что Как восхитительно Быть с Христом Мы все согласны С этой сутью Но слово восхитительно Использует очень малое Количество людей Вот о чем мы говорили Что Проповедуя перед подростками Это вообще нельзя говорить Сказать Это круто Быть с Христом Вообще зачетно Вот это С подростками Так разговаривали Да Восхитительно Это не их язык Вот это Пробовать культурно адаптированно И наоборот Слово зачетно Не надо использовать Если ты проповедуешь Перед взрослыми людьми То есть Это тоже непонятно И вот что значит Культурно адаптированно Понятно? Вот Далее Далее Ожидание Урок который был Под номером 6 у нас Ожидание От каждого ученика В церкви Я получил Достаточно много критики За этот урок Друзья Ну И лично И в интернете И в общем Прокатили эту проповедь Очень критично В основном те люди У которых есть проблемы С этими ожиданиями Я серьезно Вот И был вопрос Ко мне в частности такой Это ожидания от учеников А от лидеров Где ожидания? Так вот я хочу вам сказать От лидеров Те же ожидания В точности Один в один Не вправе Вот я например Ожидать что-то От учеников Которых я веду Если я сам Этому вопросу Не соответствую Если вы видите Что я не соответствую Давайте разговаривать И я буду каяться Если я вижу Что вы не соответствуете Давайте вы разговариваете И вы будете каяться Вот какой разговор Есть в церкви Но я вам напомню Мы 9 пунктов вывели Изучение слова Молитвенная жизнь Борьба с грехом Постоянство высповеди Взаимное влияние Участие в миссии Посещение собрания церкви Служение Денежные пожертвования Конечно мы в уроке Подробно говорили Про каждую вещь Какие замечания Отношение с Богом Классно А что это значит В точности То есть Я чувствую себя Классно Это не всегда Означает Что отношение с Богом У тебя хорошее Давай так Изучение слова Ты слушаешь его Если его не слушаешь Как ты можешь сказать Что у тебя Отношение с Богом И как у тебя С молитвенной жизнью То есть Мы к практике Привели Наше распространенное Выражение Отношения с Богом Мы разделили На понятные Практические вещи Которые измеряемые Которые можно Оценить как-то То же самое Личная правильность Это тоже правильный ответ Но он из двух вещей Опять-таки состоит Борьба с грехом И постоянство высповеди Мы разделили это Как у тебя Личная правильность Ты говоришь Хорошо Но а как высповедят дела Ты открыт Кто-то знает Что у тебя происходит Ну нет У меня просто Я просто Лично правильный Ну извините То есть Мы считаем Библией Нечто другое Борьба с грехом И Кстати вопрос Про это был Тогда еще На этом уроке Который мы до сих пор Пока не дали ответ В виде какого-то урока Про борьбу с грехом Сделаем это непременно Понятно друзья Да Вот эти девять ожиданий Которые от каждого человека В церкви мы ожидаем Ничего не изменилось С того момента Когда этот рот прозвучал Хорошо И последняя часть Последняя часть Ученичества У нас был разговор О двух О двух словах Ученичество И наставничество Мы разжевывали Разные варианты Значений Слово наставник Если вы помните Смотрели Не совсем правильного Использования Слово ученичества В церкви То есть урок Даже урок был вызван Чем Что по словам Ученичества Мы чаще всего Имеем ввиду Отношения друг с другом Мы говорили Например фразы Что ученичество Должно осуществляться В домашней церкви К примеру Такая фраза Она красивая Но она не верна Потому что ученичество Это не только Между нами Как друг с другом Есть три аспекта Ученичества Отношения с Богом Отношения друг с другом И отношения с людьми Вне церкви И только все три Они вместе Дают представление О том Что такое ученичество Это просто была Ошибка формулировки Которую мы подчеркнули Намеренно Чтобы это изменить Потому что Когда мы говорим Я ученик Мы не имеем ввиду Только то Что я ученик церкви Мы имеем ввиду Что с Богом у меня Хорошо все В церкви у меня Отношения строятся Как Бог этого хочет И вне церкви Точно так же Такое представление Ученичества Более полное Понятно, друзья? С этим тоже В тестах легко справились Потому что это был Самый свежий материал Как бы Свеж в памяти Ребята Мы обязательно пойдем дальше В феврале С какими-то новыми темами То, что вы услышали сегодня Это выжимка Из всего Семи Семи уроков курс Который прошел уже К этому моменту Я не ожидаю Что вы будете в деталях Помнить все Что было в тех уроках сказано Но то, о чем мы говорим сегодня Уж пожалуйста, знайте Это какая-то база Такая общий знаменатель Который К чему мы все пытаемся привести Понятно? Это важно, друзья Очень-очень важно Чтобы мы были с вами На волне одной идеологии Чтобы мы не были Как Либи, Трак и Щукова Разные стороны Тянущие своими Какими-то убеждениями Чтобы мы говорили На одном языке Вот в чем цель Вот этого всего Послания Это базовые знания Которые должны владеть Отвечающие за домашние цели Я просто прошу вас Я знаю, что Тоже у меня был разговор С одним братом Но это техника Техника, техника А где сердце Где сердце, сердце, сердце Но одно другое не исключает Как в том анекдоте Да, во-первых А во-вторых А во-вторых Когда вы учитесь в школе Там есть технические предметы И гуманитарные Специализация позже наступает Когда человек получает базовые знания Он учит и то, и другое И уже взрослее Понимая в какую сторону Ему углубляться больше Считайте, что это базовые знания То есть есть Не знаю, английский язык А есть, не знаю, математика Да, есть физика А есть там литература То есть надо и то, и то Мы пытаемся действовать Без перекосов Поэтому, пожалуйста Моя просьба к вам Дайте возможность ввести вас В этом То есть эти тесты Которые задания Пожалуйста И считайте занудством Это для того Чтобы мы все были На какой-то единой волне Веры, идеологии Чтобы мы все были вместе едины Чтобы мы были единомысленны И сотрудничали Друзья Вот такой вот обзор У прошедшего материала Немного суховато сегодня Честно говоря Я сам это понимаю В общем, может быть И так заторно Видело, как вы бы хотели Наверное Но это вот просто Материал, который Который нужен нам У нас Спасибо, что меня скромно слушали У нас есть еще несколько минут И вот Саша С небольшим наступлением тоже Саша Бадашвили Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова